Друзья, очередной блок по Витари. Такой вот момент присутствует, смотрите, руль вот так вот двигается. Там регулировка рулевой колонки есть, вверх-вниз, она затянута, но руль почему-то вот так болтается из стороны в сторону. То есть такую регулировку мы не заказывали у уважаемых японцев, которые собирали эту машину. Поэтому сейчас разберу рулевую колонку, посмотрю, что же там стряслось. Сильно, наверное, активно я рулил, что заметил вот такой вот люфточек. Давайте посмотрим, где движение идет. Вот, видите, одно крепление, вот второе. С этой стороны, кстати, он почти соскочил уже. Это все дело, я думаю, нужно затянуть сейчас. Посмотрим, значит, внутряночку. Что у нас тут? Вроде все чики-пики. Ничего не вызывает подозрений. Ключик на 12. Затянул, все, ничего не болтается. Странно, почему они были раскручены. Ну, точнее, не раскручены, а ослаблены были. Еще подтяну на всякий. Рад, конечно, что так быстро все у меня получилось. Вот, ошибки не показывает. А смотрите, что на панели. Вот, значит, горит подушка. Это программа стандартная, торг, да, которую я читаю. Ну, вот обычная ЕЛМ-шка за 300 рублей. Она читает только чек. Ну, и там датчики всякие, температуры можно смотреть. Ну, и коробку там частично. Получалось у меня там температуру вариатора смотреть на Subaru, например. Смотрите, вот CVTZ это программа для вариатора на Ниссане. Актив OBD это для Subaru, для вариатора использовал. Вот, можно температуру там смотреть, ошибки по вариатору читать. Вот, а сейчас установил вот программу CZ Viewer. Это для Сузуки и вроде как там можно читать остальные блоки. То есть не по OBD работает эта программа, а по CAN-шине. Ой, по CLINE какой-то шине или CAN-шине. Ну, короче, по другой какой-то шине. Первый раз сейчас запускаю, вот только установил. Вчера на Drive 2 нарыл такую информацию. Слушай, надо ошибки прочитать, какая именно подушка барахлит. Вот, я хотел скрепочкой в диагностический разъем. Знаете, там замыкаешь какие-то два контакта, и у тебя начинает при включении сжигания моргать там подушка, да? Код выдавать диагностики. И нарыл это приложение, а про скрепку что-то нифига не нарыл. Вот, смотрите, питание. Двигатель, температура впуска. Давление, заслонка, тахометр, форсунка, опережение зажигания, впрыск, воздух. Блин, ну это вообще тема. Ну-ка по коробке. Давайте пробежимся вообще. Да, по CAN-шине. Вот, двигатель 63 градуса. Коробка 4 градуса. Так, это все тахометр, все то же самое. Ошибок нет. Скорость, соленоиды. А, ну, кстати, вот ошибки тут есть. Надо мне это сделать. Фотку и сбросить их. Так, дальше 4WD. Колесные хабы. Так, ну и тут тоже есть ошибки, в принципе. А где у меня эти? SRP, SRS что-то я не вижу. Там даже видно, насколько оно я читал на форуме, что показывает, с какой скоростью включен вентилятор. Но у меня сейчас выключен. Почему все производители такие не делают приложения? Реально, есть же такие сканеры, типа вот моя UBD-шка. Только дорогие, называется Lounge. Ну, там я посмотрел по объявлениям, двадцатка стоит. А мой 300 рублей. Вот неисправность цепи датчика освещения. Что-что лампочка не горела даже. Я думал, японские машины. У Миши Яковлева есть же обзор на эту тачку. Называется японская Жигули. Я думал, здесь вообще такое простое все. Вот SRS самое последнее. B1321. Left side airbag. B1321. Ну, я так понимаю, левое сидение. Может под сидением разъем пошевелить. Может все что-то. Либо там вообще оторвалось. Знаете, что-нибудь коленкой может лазил по сидению. А, вот, кстати, подушка водителя. Боковая шторка водителя. Да нет, вроде показывает, но сопротивление нормальное. Видимо, какой-то и коротковремени неконтакт был. И сейчас я должен скинуть, и все должно получиться. Нет, снова появилось. Снова появилось. Значит, неконтакт конкретный. Сейчас буду искать. Поеду сейчас в гараж. Вот пошел у нас разъемчик подушки. Ну да, все достаточно пыленькое и грязненькое. Сейчас я попробую все это разобрать, почистить. И от этого уже плясать будем. Со стороны пассажира подушка, ну, это должна быть. Конечно, может быть еще и эта, которая там под сидением, я думаю, разъем. Но погугли, вроде как на эту все грешат. Что там, пиропатрон? Ну, там таким слоем пыли все покрыто. Ну что, мой план сейчас переткнуть один разъем, переткнуть второй разъем и посмотреть, что будет. Так, как тут работает этот разъем-то? Не, наверное, сначала нужно... Блин, не пойму, что-то, как он работает. Просто, что ли? Потаскивается и все. Где тут защелка-то? Вон соседи что-то ворота, что ли, спиливают. Видимо, совсем плохо с воротиной. Вон в грузовике привезли на замену уже. Пока соседи продолжают работать любимым моим инструментом. А я тут выяснил, смотрите, что. Разъемчик, видимо, ногой или как задел. И он отключен. И это аллилуйя. Этот разъем расковырял, но он нифига, вот видите, эти желтые штуки, они должны были отщелкнуться вместе с той планочкой желтой. А это все дело у меня сломалось. В общем, этот разъем неразборный пока. Надо было, блин, просто под сиденье заглянуть. Ё-моё, а не разбирать вот это пыльное хозяйство все. Вот и все, ё-моё. Только почему-то он не фиксируется, нифига. Точнее, как-то невнятно фиксируется. Пойду сейчас проверю. Ну вот, ошибка и прошла. Смотрите, завел. То есть подушка поморгала несколько раз и затухла. Сейчас мы еще с этой базы удалим. Так, ну вот я загуглил тут, что 13.21, это по разгры под сиденьем, видите, на каком-то из форумов. Хочу сказать, что приложение вообще не глючное ни разу. То есть смотрите, вот просто включаешь его, вот БТ и ЛМЕ и все, пошла жара. Вот, ошибку сбрасываем. И все, никаких проблем. Резюме могу подвести. Разъем маленько покоцал, конечно, но он как бы защелкнут остался. Даже более чем. Сейчас все это пыльное хозяйство соберу, приберу. Может, пылесос вытащу сейчас, пропылесосею. Вот, что останется снаружи. И все, ошибка решена.